Пользователи интересуются. Вот Андрей Иванович спрашивает, как вы думаете, будут ли дебаты и как вы относитесь к идее устроить их на данной площадке или любой другой, пусть может и не со всеми кандидатами или не одновременно? На нашей площадке, я правильно понял? Ну, может быть в принципе на ютубе имеется ввиду. Друзья, я пользуюсь случаем, у Андрея Ивановича замечательное предложение, пользуюсь случаем для всех политических сил, если действительно в этом будут большие желания, заинтересованность, мы предоставляем аудитории все наши интернет-ресурсы, не только ютуба, в том числе и социальных сетей для таких мероприятий. Если вдруг у политических сил будет такое желание, у зарегистрированных кандидатов, здесь на нашей площадке будет такая возможность. Я бы опасался так приглашать открыто. Ну, слушай, ты не переживаешь за свой лобок? В каком смысле? Ну, в смысле, что Слуцкий идет на выборы? Нет, ну, слушай, я считаю, что если бы господин Слуцкий набрал храбрость, в чем у меня очень большие сомнения, и смог бы поотвечать на неудобные вопросы, поучаствовать в дебатах, где будет проверена его искренность, да, где будет подняты на поверхность то, что он хотел бы скрыть, да, его реальная депутатская деятельность, очень разрушительная, с очень серьезным уроном, да, на словах разговорами о мы за русских, мы за бедных, а когда речь доходит до пенсионной реформы, там почему-то голосование против не идет со стороны Слуцкого, и такая же ситуация с налогами, как голосуют по бюджетам, как принимают решения по штрафам, вот, мне кажется, очень было бы интересно нашим подписчикам, у нас очень большая аудитория, я думаю, что для нашей страны это имело бы только сплошные плюсы, почему? Потому что у нас сегодня люди не политизированы, большая часть страны не интересуется ничем, кроме своего живота, это и есть суть мещанской природы, мещанских взглядов, политики, да, мировоззрения и так далее. И я бы сказал, что это нужно исправлять, заинтересовывая людей, показывая им более открытый, откровенный, честный, прямой диалог. И если бы у нас была возможность эти дебаты показывать, да, если бы система хотела бы в них участвовать, я считаю, что это было бы очень и очень круто, мое согласие здесь есть. Что касается в целом моего отношения, я считаю, что дебаты должны быть обязательными для всех кандидатов, не только на должность президента, для них в первую очередь, дебаты должны быть обязательно и на уровне кандидатов в губернаторы, и на уровне депутатов, да, почему нет? У нас есть государственная ТВ, в которой власть вбухивает миллиарды, миллиарды рублей, при этом у кандидатов есть возможность отказаться от этого. Вы не офигели, отказываетесь участвовать в дебатах, перестаете быть кандидатом, вот такие должны быть условия. А здесь то, что происходит сейчас в нашей стране, ну это абсолютно в корне неправильно. Действующий президент отказывается участвовать в дебатах на протяжении последних 20 лет. Причем интересные формулировки не участвуют в дебатах, потому что он выше, чем остальные. Это что за фигня? Это обязанность. Это обязанность перед обществом, перед народом. Это возможность для политической борьбы вскрыть, показать то, что действительно должно звучать, да. И я считаю, что президент Путин должен участвовать в дебатах, в первую очередь, потому что есть за что ответить, есть за что отвечать. Сейчас, конечно, очень удобно, да, когда вокруг или за блюдо, очень удобно, когда вокруг, ну я не знаю, либо проплаченные журналисты, либо может быть какие-то там ребята из Единой России, там и каких-то там народных фронтов, которые неудобно и ничего не спросят. А послушать от президента, получилось ли реализовать, например, национальный проект «Демография», на который выделено 4 триллиона рублей, мне будет очень хотелось. Такой вопрос можно задать не по прямой линии, там эти вопросы не прозвучат. Такой вопрос должен звучать на дебатах. Поэтому обязанность кандидатов, да, даже действующего президента должна быть стопроцентная. Продолжение следует...